Сегодня День работников жилищно-коммунального хозяйства. В празднике принято награждать лучших, подводить итоги. А мы используем этот праздник для того, чтобы нам всем задуматься, как наладить конструктивное взаимодействие жителей домов, собственников квартир и работников домоуправляющих компаний. Не секрет, что грамотность и требовательность жителей растет с каждым годом. И если управляющие компании не перестроят свою работу с учетом нынешних изменений, то впереди у них нелегкие времена. На смену этим компаниям придут другие. Закон рынка. На территории нашей области, в соседнем городе Дзержинске, нашлась домоуправляющая компания, которая начала решать эту задачу креативно и по-новому. Руководитель этой домоуправляющей компании считает, что учиться разговаривать по существу без криков, без скандалов должны как работники компании, так и сами жители. И учиться этому нужно вместе. Многоквартирными домами должны руководить профессионалы, а жители должны быть грамотными потребителями жилищно-коммунальных услуг. Без этого отрасль ЖКХ не может быть эффективной. Так считает директор управляющей компании «Управдом» города Дзержинска Александр Борисов. Управляющая компания «Управдом» запустила проект «Ступени ЖКХ», рискнув опробировать новый формат «Глаза в глаза». Активные граждане, председатели Советов домов, обучаются вместе с сотрудниками этой компании. Они учатся разговаривать на одном языке. А как обстоят дела в нашем городе? К сожалению, пока на этом фронте без перемен. О продолжающемся противостоянии сегодняшний репортаж из цикла «Будни депутата». Сегодня мы расскажем о «Будни депутата» Марине Нагичевой. Марина Нагичева редко выступает на заседаниях Думы, но активно работает в комиссии по промышленности, транспорту и ЖКХ. Главным направлением своей депутатской деятельности Марина Алексеевна выбрала работу в своем округе, жители которого обращаются к своему депутату за помощью и поддержкой. Проблем на нашем доме очень много. Дом 1968 года постройки принят в эксплуатацию. Дом старый, ему уже полвека. Все отваливается. Где-то какие-то сделаны небольшие работы. Тяп-ляп. Были обращения в жилищную инспекцию по поводу демонтажа и установки новых козырьков над подъездом. Жилсервис выставил счет, нам предложил установить козырьки по 26 тысяч рублей за каждый козырек. Мы отказались, это очень дорого. И они в декабре месяце решили принять такое решение и заштукатурили нам. Прошло три месяца, вот сейчас март месяц, и все начало отваливаться, сыпаться. Если вам жилсервис не помогает, но ведь с чьей-то стороны помощь все равно есть? Есть. Есть у нас защитник, помощник. Очень большое дело делает свое в работе. Нагичева Марина Алексеевна. Наш депутат. Наш депутат на нашем доме. Марина Алексеевна, к вам вопрос. Сложно в таких делах общаться с управляющими компаниями? Очень сложно. Управляющие компании вообще не идут на контакт. Постоянно обманывают как жителей дома, так и меня, вот лично депутата. Буквально на этой неделе произошел такой случай. Жительница квартиры номер 6, двойниква Альбина Николаевна, получила некое письмо требования, в котором сказано, что она обязана предоставить доступ в свою квартиру по непонятным причинам. И если в указанный срок от нее не поступит согласие, то ООО «Жилсервис-2» будет вынуждена обратиться в городецкий городской суд с требованием о предъявлении доступа в жилое помещение. Естественно, жительница этой квартиры была очень обеспокоена. Во-первых, в требовании указано, что она должна была дать свое согласие до 10 марта 2016 года. А письмо в ее адрес поступило 11 числа. Это была пятница. Она очень переживала эти три дня по поводу того, что ей была неизвестна причина, для чего она должна была предоставить доступ в свою квартиру и где она провинилась. У этой жительницы поднялось высокое давление. Она могла получить обострение болезни на нервной почве. В понедельник выяснилось, что «Жилсервис-2» ошибся, и это письмо должно было быть адресовано в 60-ю квартиру. На что они ответили, ну подумаешь, ноль забыли приписать. Вы уж нас извините. В этот же понедельник я лично обратилась к Ольге Павловне Беловой и предложила ей принести извинения перед этой жительницей, написав некое письмо в форме извинения. Ольга Павловна пообещала это сделать. Сегодня воскресенье. До сих пор жительница этой квартиры никаких извинений не получила от «Жилсервиса номер 2». Обращаясь к Ольге Павловне Беловой, хочу сказать, что надо все-таки относиться к пожилым людям с почтением и уважением. В вашем фонде, который вы обслуживаете, в основном живут пенсионеры. Будьте, пожалуйста, к ним внимательны. Первоначальная проблема, с которой мы обратились, это уличное освещение нарушенное, которого у нас уже нет давно. У нас существует один единственный столб электрический, опора, который уже много лет не работает. Провода висят, скрутка проводов висит, а освещения нет. Здесь проходит дорога в школу, по которой ходят дети, к двум школам, 15-17. Вот, и освещения нет. У нас, мы составляем совет дома, у нас, значит, жители первоначально обратились к нам с такими проблемами, что невозможно даже вечером пройти с работы, возвращаясь на улицу очень темно. И даже родители из нашего дома, которые находятся рядом со школой, вынуждены встречать детей из школы. Обращались в Балахнинский энергосити, к Доскину Александру Геннадьевичу. Он нам сказал, что денег нет, если за ваши деньги, мы за 120 тысяч вам это освещение сделаем. А у нас 60% в доме пенсионеров. Это нам тяжело поднять, то есть вложить эти деньги. Дальше мы обратились, сказал денег нет, все. Обратились в Заволжскую администрацию. Заволжская администрация подтвердила его слова, сказала, что действительно, в бюджете денег нет, и у энергосбыта денег тоже нет. И вот уже наша последняя надежда была, когда избрали вновь избранных депутатов, вот мы обратились к ним, устно обратились к Абрамову Алексею Ивановичу. И вот помогла нам Марина. Вызвали сюда комиссию Нижегородскую областную жилищную, Балахнинской жилищной комиссии здесь была. Наши руководители были, Сергей Александрович Еремин, который исполняет обязанности мэра. И он нам здесь пообещал, что деньги выделят на освещение. Проблем в городе очень много. И самая главная проблема – это состояние дорог в городе. Но не только тех дорог, по которым движется общественный транспорт, но и дорог внутриквартальных. 17 марта текущего года ко мне обратилась жительница дома номер 2А по улице Пушкина по поводу состояния дороги вдоль их дома. Управляющая компания «Жилсервис номер 3» не нашла ничего лучшего, как прокопать канаву к дому. И вода, естественно, стала поступать в подвал. Что житель здесь, естественно, не устроилась. Считаю, что проблема таким образом не решена. Во-первых, зимой надо снег чистить вовремя и убирать. Во-вторых, надо ремонтировать дорогу. По моему мнению, решение проблем по состоянию дорог – это консолидация усилий администрации нашего города, управляющих компаний и жителей этого города. Конечно, хорошо, что в городской думе есть депутаты, которые с первого дня после избрания выполняют свои обещания. Помогают своим избирателям и защищают. Плохо, что защищать заволжан. Таким депутатам приходится от действий или бездействия домоуправляющих компаний, цель деятельности которых – оказывать нам, жителям, жилищные услуги. Вдумайтесь в это слово, уважаемые коммунальщики. Услуги – они одолжения. Мы, жители города Заволжья, платим вам немалые деньги для того, чтобы нам жилось тепло, комфортно и уютно. И при этом нам хотелось бы, получая эти услуги, обойтись без хамства, грубости и тем более без рукоприкладства. Не так уж много мы и хотим, не так ли? Городской телеканал Заволжья ТВ поздравляет работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником. Мы желаем вам мудрости, терпения и, конечно, здоровья. Без этого джентльменского набора не обойтись в вашей нелегкой работе. Еще желаем вам учиться, слушать и слышать ваших кормильцев, нас, жителей города. С праздником!